Я хотел бы вам представить несколько случаев из практики, из клинической практики, и они демонстрируют, как работает GC-MAF в виде уколов и GC-MAF капсулы. Перед вами случай 77-летнего мужчины. Он страдает аденокарсиномой в стадии 3B. В 2014 году он был диагностирован. Судия не было предложено, потому что это было считано слишком遅刻. В 2014 году ему поставили диагноз, но ему даже не предлагали хирургического вмешательства, потому что считали, что уже очень поздняя стадия. Ему провели палеотипную терапию. Однако заболевание продолжало прогрессировать. И в июле того же года он стал применять лечение с помощью уколов GC-MAF. В ноябре 2014 года он приехал в Японию, чтобы пройти курс озонотерапии, так называемой СТД и ПДТ. И снова, уже в следующем году, в марте 2015 года, он приехал в Японию и прошел курс озонотерапии, а также терапии СДТ и ПДТ. Данный пациент заметил улучшение в том, как он спал, то есть качество сна улучшилось, а также он вставал ночью реже, чтобы помочиться. То есть наблюдались серьезные улучшения после прохождения курса с использованием GC-MAF. Здесь на слайде показана некрозная ткань. Мы видим, что размер опухоли не изменился, однако некрозная ткань опухоли видна, то есть опухоль стала распадаться. И данный пациент носил так называемый плащ ТТФ, ну вот этот вот противораковый плащ, каждый день. Вот таким образом. Или так. Данный человек прошел лечение и стал лучше себя чувствовать, и сейчас он получает удовольствие от жизни. И так он жил, получая удовольствие от жизни, а недавно он умер. Он умер не от рака, а умер он от кровотечения, потому что ему надо было принимать антикоагулянты. Кто же был этот человек? Это был священник, и он хотел своей службой помогать людям. Данный случай представляет другого пациента, мужчина 51 года, страдает от рака прямой кишки на второй стадии. И у него также наблюдалось заболевание уретры. И в 2013 году, в мае месяце, ему поставили диагноз, что у него рак. Однако пациент отказался от операционного вмешательства и от химиотерапии. В августе того же года этот человек перешел на вегетарианскую диету и стал пить много витаминов и добавок. В ноябре 2013 года данный пациент начал посещать озоновую терапию. А с декабря он начал проходить курс уколов GC-MAF дважды в неделю. И в январе 2014 года, после вот этого курса лечения, была обнаружена, что раковая опухоль уменьшилась в размерах. Колоноскопия была проведена в июле 2013 года, а потом в июле 2014 года, и мы можем наблюдать заметные изменения в размере опухоли. Данный случай, это женщина 38 лет, у нее лимфома на 2-й бай-стадии. Диагноз ей поставили в апреле 2012 года. Ей предписали проходить химиотерапию, и она прошла два курса, но перестала, потому что очень сильны были побочные действия. В январе 2012 года она пришла в компанию Сан Сэй Мирай. В декабре 2012 года она прошла два курса сонодинамической терапии. И уже в январе 2013 года мы можем заметить, что повторного образования опухоли не обнаружено. И на этом слайде мы видим, как сильно снизилось количество LDH рецепторов с начала заболевания до конца лечения. Четвертый случай, это женщина 51-го года, и у нее был рак шейки матки на стадии 1b. Она отказалась от операции и проходила химиотерапию и лучевую терапию. Ребенок этой женщины страдал от сильного гастрита, и была сильная рвота и понос. И этого ребенка увезли в больницу. Вот этот ребенок, он, собственно, являлся внуком этой женщины, и он, заболев, успел заразить бабушку. Но всего за один день, принимая наш препарат, у нее состояние улучшилось. Еще один случай, это женщина 74-х лет, у нее рак поджелудочной железы. У нее поднималась высокая температура, и она терялась сознание. И температура продолжала подниматься. И антибиотики, которые она принимала, не действовали и только влияли на почечную функцию организма. И она находилась в глубокой коме, и ей всего-то предписывали, что жить она будет несколько дней. И уже вся семья собралась прощаться с этим пациентом, с этой женщиной. И в этот день один из членов семьи, собственно, ее сын, положил ей в рот порошок подъязычный и дал воды. И на следующий день у пациентки спала температура. А через три дня температура стала почти нормальной. После трех дней, которые пациентка провела в коме, и после 11 дней, после начала орал-гейши-маф, пациентка открыла глаза и начала говорить, и хотела съесть. После трех дней, которые пациентка провела в коме, и после 11 дней, с того момента, как она начала принимать капсулы-маф, данная женщина наконец-то открыла глаза, и начала говорить, и попросила еды. И даже врачи в той больнице говорят, что это чудо. Это был единственный случай из двух тысяч подобных случаев, которые врач в том хосписе наблюдал, именно вот подобного состояния. Это был единственный такой случай. И тот врач в хосписе сказал, что данный препарат, капсулы-джи-си-маф, это просто волшебный препарат. И в Японии, однако, данный препарат считается пищевой добавкой. Это 76-летний женщина, с пульмарином инфекцией, из-за не-тубелакс-майкобактерии в крови. Еще один случай, это женщина 76-летний, у нее инфекция легких, вызванная бактериями, отличными от туберкулеза. Это как раз моя теща. Она принимала таблетки против туберкулеза в течение 10 лет, и в начале эффективность была высокой. А вот по прошествии 10 лет, как раз толерантность к этому медикаменту, собственно, повысилась и эффективность снизилась. В январе, в январе, она начала принимать витамин С в больших дозах, то есть по 25 граммов каждую неделю, и всего 239 раз. И в феврале 2011 года рентгеновское исследование грудной клетки показало, что есть проникновение в легкие. И в октябре 2011 года данная пациентка стала принимать GC-MAF раз в неделю. И если мы помним, что в феврале легкие были полностью поглазованы, получены на рентгеновском исследовании, то по прошествии года после приема, ну, с того, как она момента стала принимать GC-MAF, снова провели их исследование, и увидели, что легкие в гораздо лучшем состоянии, и проникновения метастазов там нет. Вы видите рентгеновские снимки до GC-MAF. И вы видите, на втором снимке только можно заметить шрам. А теперь посмотрите это видео. Я потом вам расскажу, что случилось с этой собачкой. На видео кажется все благополучно, но важно то, что оно было снято через два месяца после применения перорального GC-MAF. И, собственно, пациент, 15-летняя собака, и ей диагностировали сердечную недостаточность на четвертой стадии два года назад. Собака не могла быстро бегать или долго идти. С марта 16-го года собака стала принимать GC-MAF в виде порошка, и его примешивали к еде. И через два месяца собака стала гораздо лучше двигаться. И в июне того же года хозяина попросили больше не давать GC-MAF собаке, и он перестал на три недели. Потому что у нас не было видео, чтобы сравнить, как было до и как стало после. И вот прошло три недели. Однозначно изменения. И на этом видео тоже. И на этом видео тоже. И на этом видео тоже. Какая-то скачzione. Какая-то скачь. И очень сильная скачь. Он начал принимать все джи-си-мафы снова. И он now enjoying a long walk outside. А потом мы возобновили применение джи-си-мафа, и сейчас посмотрите, как весело эта собака гуляет на улице. Продолжаем. А вот клинические случаи из-за границы. Это мужчина 58 лет, и у него учащенное сердцебиение. Данный мужчина увидел видео с собакой и решил, что Джесси Мауф поможет ему тоже улучшить его состояние здоровья. У него в анамнезе была гипертензия, повышенный холестерин, неврологические боли в ногах и коленях. И также учащенное или неравномерное смещенное сердцебиение наблюдалось и раньше. А в марте 2016 года смещенное сердцебиение было особо выражено. Очень неравномерное сердцебиение было. То есть, например, в течение дня 15 тысяч биений сердца обнаруживались. И неравномерное их распределение абсолютно было, когда он бодрствовал, и совсем медленное, когда он спал. Ну, ему предложили вставить клапан в сердце. В октябре 2016 года данный пациент начал принимать Джесси Мауф по три капсулы в день. И уже на следующий день он почувствовал себя более спокойным. А через три дня его смещенное сердцебиение сгладилось. А через две недели он с удивлением заметил, что его стопы и колени больше не беспокоили и совсем не болят. И в суставах боли нет. И его врач решил, что клапан можно удалить. Вот это пациент с язвой. Ему 68 лет. Это мужчина. Собственно, здесь фотография до лечения. Он использовал Джесси Мауф в виде спрея. Он применял его трижды в день и наносил непосредственно на язвы. И через шесть недель мы видим, какое улучшение произошло. И через двенадцать недель мы можем констатировать, что язвы практически полностью исчезли. Это еще один случай. Это мужчина из Индии двадцати восьми лет. Соответственно, его беспокоили бородавки. И на картинке мы видим, как это выглядело до лечения. Он начал принимать Джесси Мауф капсулы по две штуки четыре раза в день. И также он использовал спрей и брызгал на бородавке регулярно три раза в день. И через двенадцать недель мы можем заметить, какие улучшения произошли. Соответственно, следующий пациент, восьмидесяти двух лет, мужчина. У него была замечена безумие, деменция. На картинке представлено о состоянии до лечения. Он начал принимать РГС Мауф. Три капсулы, три раза в день. Мауф-спрей. Он применял и капсулы, запивая водой три раза в день. Он и брызгал спрей каждые три часа на раны. Ну, и в конце, через две недели пролежние стали меньше, а вот через три недели уже заметное улучшение появилось. Соответственно, через восемь недель было заметно уменьшение поверхности ран, и они уже не так сильно болели. Кожа восстанавливалась. Это женщина шестидесяти двух лет, у нее сильный конъюнктивит. Эта фотография была сделана до лечения. Она начала принимать ГС Мауф-эйтропы, вторую генерацию ГС Мауф-эйтропы, которые содержали 20% ГС Мауф в нормальной целине. И она начала использовать капли для глаз ГС Мауф. Они содержали 20% вещества ГС Мауф, и в принципе, такое количество часто содержится в слезах. И использовалась регулярностью по одной капле четыре раза в день в каждый глаз. Не используя других медикаментов, она добилась почти полного избавления от конъюнктивита через неделю. А это женщина сорока лет, у нее синдром хронической усталости. И симптомы были следующие — хроническая усталость, головокружение, шатание при ходьбе, тахикардия, неровный сон в желудке и ряд других. И когда у нее брали анализ крови, то было видно, что иммуноглобулин Джи показывал высокий позитивный результат и HSV, в том числе и даже CP. Она начала применять ГС Мауф регулярно по две капсулы в день. И всего через несколько дней симптомы стали проявляться меньше, и пациентка почувствовала себя лучше. А через две недели она помимо этого заметила, что кожа ее стала гладкой и шелковистой. Через месяц она даже заметила, что пигментные пятна на ее лице и руках стали светлее, и где-то даже совсем исчезли. А через четыре месяца она заметила, что ее волосы стали гуще, и она увидела много новых черных волосинок, которые начали расти. Пациентка с удивлением заметила, что волосы ее стали выглядеть так, как они выглядели в возрасте двадцати лет. Принимая ГС Мауф, пациентка также отметила, что она стала думать по-другому, а она стала более позитивно относиться к жизни. И забывать стало меньше, у нее память улучшилась, и уставать стало меньше, у нее появилось больше энергии. И, что очень важно, пациентка стала выглядеть моложе. Это случай сорока пятилетней женщины с синдромом хронической усталости. Каковы же были симптомы? Очень уставала она, в особенности на работе. У нее часто были желудочные боли, сон был тревожный, головные боли часто случались. Также болели суставы, и все это продолжалось на протяжении двадцати пяти лет. До этого она не обращалась за помощью. Но потом она сдала анализ крови, и она увидела много анализов, которые дали положительный результат, вот HSV, CP и так далее. Она начала принимать GC-MAF по две таблетки в день. Всего-то через пару дней она почувствовала себя лучше, головокружение стало меньше, и боли в желудке стали менее сильными. А через неделю она заметила, что ее кожа стала более гладкой и шелковистой. И через месяц она заметила, что даже веснушки на ее лице стали светлее. А через четыре месяца она заметила, что волосы ее стали гуще, и много появилось новых волосинок. До начала применения GC-MAF у пациентки были достаточно жидкие волосы в области лба. И в этом месте она заметила, что стало гораздо больше волос. Все симптомы практически полностью исчезли. Через год применения препарата женщина заметила, что она чувствует себя более счастливой, более радостной, и она очень довольна тем фактом, что может работать, не испытывая хроническую усталость. А это случай женщины 21-го года, у нее выпадение волос. Она начала принимать GC-MAF по две капсулы в день. Она все это время применяла GC-MAF, и вы видите на картинках прогресс восстановления волос. А вот здесь вы видите, как заново растут волосы. Это мальчик 12 лет, у него полное облысение. Диагноз ему поставили в возрасте 10 лет. И его мать страдала облысением 20 лет назад. Он применял разную терапию, лосьоны со стероидами, антигистамины и так далее. И все эти препараты не работали. Он начал принимать GC-MAF по две таблетки в день. И здесь вы видите, в течение пяти месяцев, как растут новые волосы. На затылке, на затылке, на затылке, на левую сторону головы, а сбоку. А эта женщина 20-ти лет, у нее атопический дерматит. И это заболевание также было у ее отца. Высокий уровень эмоноглобулина Е в крови. Она начала принимать GC-MAF по две таблетки в день. И сначала ее кожа отреагировала покраснениями и раздражением. А вот через месяц кожа приобрела стабильное состояние. Через два месяца кожа стала очень гладкой, мягкой и шелковистой. И здесь показан прогресс лечения. Первая картинка до начала, вторая через месяц и третья после двух месяцев применения препарата. Кожа стала меньше чесаться и меньше краснеть. Очевидное улучшение состояния кожи. Очень многие друзья стали хотеть потрогать ее кожу. А вот это фотография шеи. Это плечи. Здесь видно заметное улучшение. Видите, как изменилась картина. Тоже с атопическим дерматитом, пациентка 13 лет. Большое количество иммуноглобулина Е в крови обнаружено. Она начала принимать капсулы ЕГСИМАФ дважды в день. Здесь фотографии до лечения, после месяца и после двух месяцев лечения. Покраснение стало меньше, кожа стала меньше чесаться и общее ее состояние значительно стало лучше. Вот это шея. Вот это шея. Это локоть. Также видите улучшение состояния. Это сложный случай псориаза. Данному пациенту давали ГСИМАФ регулярно в виде инъекций и посещал пациент курс в Германии. И через шесть месяцев невероятные изменения улучшения в состоянии. Мужчина 41-го года, у него легкая форма атопического дерматита и кожа очень чувствительная. Он поработал три дня под ярким солнечным светом, и у него на лице обнаружились язвы волдыри. В университете Ямагучи обнаружили чрезмерную чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Он применял стероидные препараты и разного рода лечения, но оно не помогало. Тогда он прекратил это лечение и начал принимать капсулы ГСИМАФ. По две в день, и вы видите улучшение однозначное. И здесь. Сейчас он перестал принимать капсулы ГСИМАФ, но заболевание кожи и гиперчувствительность не возвращается. Это мужчина 54-х лет, он страдает серьезной формой аллергии на пыльцу. Принимал антигистаминные препараты и даже использовал лечение лазером. И в прошлом году, в феврале, он начал принимать ГСИМАФ по две таблетки в день. И всего через три дня симптомы уменьшились, и ему даже перестали быть необходимые антигистаминные препараты. И также он почувствовал, что кожа на его лице стала очень мягкой. Есть гематоэнцефалитный барьер, он играет очень важную роль в данном процессе. Макрофаги поглощают поврежденные клетки и болезнетворные бактерии. Микроглия может также защищать и уничтожить кровь в таблетке. И вот эта жидкость микроглия, которая находится в гематоэнцефалитном барьере, она как раз защищает кровь внутри. И вот нарушения в гематоэнцефалитном барьере в микроглии могут повлечь за собой такие тяжелые заболевания, как болезнь Альцгеймера и прочие. В газете Nature в 2012 году был опубликован интересный очерк под названием «Вечные садовники». И в этом очерке в этой статье говорилось, что микроглия, вот эта жидкость, она является основным компонентом для развития нейронов. И вот такие заболевания, как шизофрения и аутизм, они часто связаны с нарушением в микроглии и в этом барьере. И в университете Токушима мы, исследовательская группа неврологов, обнаружили, что GCMAF может активировать глию. И на примере мышей может восстановить гематоэнцефалитный барьер. Новое исследование показало, что у людей с аутизмом чрезмерно много синапсов в мозгу. И это вызвано неправильным процессом развития, поэтому вот этих синапсов слишком много. И такое развитие может повлечь за собой заболевание мозга. GCMAF может быть идеальным кандидатом для этого ролика, активируя микроглию. Но восстановить баланс может помочь GCMAF, активируя микроглию. Мне пришло письмо от доктора из Индонезии, «У меня есть четверо родителей, которые дают своим детям, страдающим аутизмом, капсулы GCMAF». И каков результат? Дети проявляют меньше агрессии, больше разговаривают, они менее возбудимы и меньше совершают повторяемых действий, а также демонстрируют больше контакта глаза в глаза. Вот это пациентка с аутизмом. Это видео было снято до применения GCMAF препарата. Ну, в общем, речь в порядке. «Она не отвечает». «Она не отвечает». «Или не отвечает адекватно на поставленные вопросы». «И очень мало контакта глаза в глаза». И лицо ее выглядит неестественно. Это видео мы сняли после двухмесячного курса применения препарата GEC-MAF по две таблетки в день. Время, когда в деньгах и в деньгах, в деньгах, в деньгах, в деньгах и в деньгах. Видите, смотрит в глаза. Видите, смотрит в глаза. Видите, смотрит в глаза. Еще один случай девочки, 19 лет, страдающей аутизмом. Она испытывала трудности в общении и взаимодействии с другими людьми. Ее мама учила ее игре на фортепиано с возраста 8 лет. Прогресс был, но медленный. У нее всегда были трудности с выступлением на публике, а также она едва ли заканчивала музыкальное произведение, которое начинала. В сентябре 2015 года она начала применять ГСМАФ препарат по две капсулы в день. Через два месяца Она смогла сыграть целое музыкальное произведение от начала и до конца перед публикой. А через три месяца Она была способна раскладывать конфетки в подарочные мешочки. И могла делать сама без помощи, и даже мама с ней шутила, и немножко мешала ей. Девочка была способна выступать в роли волонтера на события, посвященном семейному торжеству. И, более того, когда мама шутила, девочка понимала шутки и смеялась. А это ребенок всего-то 22 месяца от роду, и он страдает аутизмом. Фотография до применения Джесси Мафа. Привет! В Sensей Мфис. Восстание, Малыш, Маши. Привет! Мюфис. Мюфис. Привет! Восстание, Мюфис. Этому ребенку поставили диагноз аутистического спектра, то есть он в пространстве плохо ориентировался, когда ему было 10 месяцев. Он уже успел пройти несколько вариантов лечения. Это лечение не помогало, и ему стали давать джи-си-маф. Содержимое одной капсулы, перемешанное с медом, каждый день. Ровно через три недели перестали ему давать джи-си-маф, потому что ему он перестал нравиться. Поначалу ребенок был очень гиперактивным, но эта активность снизилась потом. И в этом было выражено большое улучшение его состояния. Итак, это видео мы сняли через три недели после применения джи-си-мафа. И потом я расскажу, что с этим ребенком произошло. Деда, снижается на нем. Деда, снижается на элмо-пом. Рисас, вот это! Деда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После трех недель применения препарата DimaTorzok Ребенок продемонстрировал большую жизнерадостность и вообще серьезное улучшение в состоянии. Он улыбался больше и был больше вовлечен в игру и вообще в окружающий процесс. Его моторика улучшилась, он стал лучше подниматься и спускаться по лестнице. И он даже смог собрать девяти кусочный пазл. Он узнавал имя своей сестры, указывал на нее и поворачивался к ней. У нас есть необыкновенный случай пациента 45 лет. У него обнаружен рассеянный склероз на финальной стадии, и болезнь прогрессировала уже 24 года. Первоначальный диагноз был поставлен в 1989 году на основании поясничной пункции и МРТ-исследованием мозга. На протяжении четырех лет он был прикован к инвалидной коляске. Ему применяли импульсивную терапию и лучевую терапию, и поначалу она работала. В 2004 году МРТ-исследование показало сильное разрушение клеток мозга и спинного мозга, и это указывало на прогрессирование рассеянного склероза. В 2011 году пациент стал передвигаться в инвалидной коляске, потому что сам двигаться уже не мог. У него было много болезненных симптомов. В 2012 году известный австрийский нейролог сказал, что лечения нет, и ходить этот пациент больше не будет. На первой картинке мы видим пациента до начала лечения препаратом GCMAF, и мы видим, насколько низкое качество жизни у него было тогда. Он ничего не мог делать сам, ни в туалет сходить, ни белье поменять. Жена помогала ему во всем. После шести недель применения препарата GCMAF данный пациент смог встать на ноги. У него были атрофированы мышцы ног, но он впоследствии смог встать. Дальше он уже смог не только ходить, но и даже подниматься по лестнице. После трех месяцев применения препарата пациент попал в отделение реабилитации. Потом он перешел с инъекций GCMAF на капсулы. А жена была поражена тому прогрессу, который он делал. Сейчас этот пациент может крутить педали на велотренажере, пока смотрит телевизор. А у меня еще случаи есть. Женщина 52-х лет с квадраплегией. В 2007 году она потеряла возможность двигать конечностями из-за автокатастрофы. В мае 2016 года женщина начала применять GCMAF препарат для лечения мочеполовой системы, у нее была инфекция. У нее серьезно была повреждена спина. Принимала GCMAF она по полмиллилитра в день. Лечение быстро привело к положительному результату, и женщина стала лучше себя чувствовать. Она начала чувствовать руки и ноги, когда их укалывали иголками. И когда увеличили концентрацию препарата, в конечном итоге женщина смогла пользоваться тремя пальцами на правой руке. Она начала применять курс лечения, две капсулы в день. И сразу же она почувствовала концентрацию внимания, почувствовала надежду, и гораздо стала лучше себя чувствовать эмоционально. Самый счастливый момент для нее был тогда, когда она смогла погладить собаку и почувствовала рукой ее шерсть. Она даже расплакалась от радости. Также женщина стала применять спрей. Применяет она спрей по полмиллилитра, а также по шесть капсул МАФа принимает в день. И теперь посмотрите, как она. МАФа МАФа Увеличилась амплитуда движений, может двигать обеими руками. И еще покажу финальный случай. Первое, пожалуйста, смотрите это видео, потом я расскажу, что же с этой девочкой произошло. Это видео сняли три года назад, до лечения. Это видео тоже сняли три года назад, до лечения. Пока. Пока. Прижмите все,록 заспァoko смысл. Что делать? Моми... Это девочка от девяти лет, у нее ювенальная идиопатическая артритка. В возрасте шести лет в тринадцатом году ей поставили диагноз. Симптомы были очень тяжелые, сильные боли, текающие суставы, высокая температура, особенно ночью, и все время было покраснение и сыпь на коже по всему телу. Эти симптомы начались в тот момент, когда умерла собака этой девочки. На ее глазах напала другая собака и, в общем, разорвала ее. У семьи этой девочки тоже наблюдались некоторые заболевания. И большую часть времени девочка проводила не с родителями, а с тетей. Применяли импульсную стероидную терапию, прицельную терапию и разные препараты. И давали ей не детские, а взрослые дозы на протяжении всех трех лет. Ей давали антигистаминные препараты и сильные обезболивающие. Также ей делали уколы, чтобы успокоить боль в суставах и вводили сильные анальгетики. Но, к сожалению, такое лечение не работало, а только вызывало побочные эффекты. Девочке только хотелось принять оснотворное, чтобы больше не проснуться. Вот так выглядела кожа девочки с ее заболеванием. Больничный персонал очень поддерживал девочку, но, понимаете, как не поддерживая, выдержать столько много уколов маленькой девочке очень трудно. Данные фотографии были сняты до применения Джи Симафа. Вы можете видеть ее опухшие, распухшие суставы, деформированные кости. В 2015 году девочка начала принимать Джи Симафа, сначала в виде уколов, а потом капсулы. Ей постепенно увеличивали дозу в уколах и в капсулах. И параллельно с этим ей снизили дозу анальгетиков и преднизолона. Через месяц она уже могла сама ходить. И в этот момент мы очень обрадовались прогрессу и тому, как развивается ее лечение. Но это заболевание очень трудно, и полностью его победить очень трудно. Здесь представлена наша встреча в гостинице. Девочка бледная, выглядит слабой. И мы даже подумали, что может скоро она умрет. В этот момент ею занимался австралийский доктор Ян Детман. К сожалению, девочку госпитализировали очень скоро после нашего приезда, ее отвезли на вертолете в больницу в интенсивную терапию. И ей ввели большую дозу стероидов внутривенно. Клиника, где работал австралийский доктор, провела важные исследования. Эти исследования показывали, что у девочки было заболевание, вызванное, так сказать, грибной культурой. И у нее была инфекция пульмовируса. В августе 2016 года она наконец-то приехала в Японию, в Осаку, и получила курс лечения нашим препаратом. Ей кололи 1 мл в день GCMAF второго поколения. Назначили переоральные капсулы по 16 в день. Также озоновую терапию три раза в неделю. Большую дозу витамина С трижды в неделю по 15 грамм. И потом еще туда добавили спрей маф. Через три дня состояние значительно улучшилось. У девочки появился аппетит и энергия. А через семь дней она оказалась в отделении реабилитации и плавала в бассейне. КОНЕЗОГ НАПРЯЖЕННОЙ ОТДАЗНОЛЬНЫЙ ЧАСТРУ ОТДАЗНОЛЬНЫХ Вec's рампетит. КОНЕЗОГ НАПРЯЖЕННЫЕ СТЕЛЕЗИ КИК! КИК! Что ты говоришь? Привет! В три недели отеки на суставах почти полностью прошли. И сейчас она способна вытягивать полностью руки, выпрямлять локти, и не испытывая при этом боли. А через месяц она могла самостоятельно ходить. Это воски снимали. Ты хочешь обратиться? Окей. Окей. Субтитры делал DimaTorzok Я напомню, это заболевание очень тяжелое, и победить его очень сложно. У нее по-прежнему болит спина, и мы поэтому увеличили дозу инъекций G-SIMAF-а. У меня есть фотография, сделанная ее мамой, и девочка в хорошем состоянии без использования стероидов или каких-то других препаратов. Только G-SIMAF. Когда следует применять G-SIMAF? При разных заболеваниях, инфекционные заболевания, рак, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, синдром хронической усталости, аутизм, аутоиммунные заболевания, облысение, атопический дерматизм, дерматит, аллергия на пыльцу. Если вы хотите омолодить вашу кожу, тоже применяйте. При псориазе тоже предписан, при бородавках или прыщах акне. И также этот список неполный. Для многих других заболеваний тоже помогает. Также можем включить в этот список такие тяжелые заболевания, как болезнь Альцгеймера, деменция, то есть безумие, дегенеративные изменения мозга, болезнь Паркинсона, эпилепсия и так далее. В моих исследованиях мне помогали. Спасибо всем за внимание. Доктор, мы для вас есть несколько вопросов, хорошо? Первый вопрос. Не нанесет ли вреда использование спрея и капсул вместе? Не опасно ли это? Может быть, если мы используем спрей и капсул вместе? Сперва, да. Может быть, это вреда? Нет, нет. Не нанесет вреда? В каких странах уже зарегистрировали продукты? В каких странах ваш продукт регистрирует? В основном, в Японии. А следующая страна, это будет Австралия. Либо здесь. Скажите, пожалуйста, при доброкачественных опухолях его можно использовать, а для нового мастопатия? Если есть болезненный тумор, мы можем использовать ваш продукт, мастопатия? Да, я думаю, что это хорошо. Для предмежения, белый тумор может быть изменен в кинсер. Белый тумор – это также зарегистрирование в крови. Пожалуй, можно в виде превентивного средства. Вы понимаете, что даже доброкачественная опухоль имеет клетки, и эти клетки находятся в кровообращении. Также важно знать, какой все-таки это вид доброкачественной опухоли. В простате очень много крови циркулирует, поэтому применение Ресимафа. В совокупности с витамином С принесут положительный эффект. А сколько времени принимать? How much time do I need to take? At the... Oranjishima. Пероральная? Да. Maybe two to four capsules per day. От двух до четырех капсул в день. А сколько времени? Сколько дней? How many days? Every day. Нет. Месяц, one month, two months. От трех до шести месяцев, либо дольше. Вызывает ли Джесимаф привыкание? И через какое количество времени организм перестает воспринимать препарат? Может случиться? Может случиться? Обычно иммунный ответ организма имеет также верхние точки пиков. Иммунные клетки, это же живые клетки, их можно активировать. Но когда клетки активированы, их период в жизни достаточно короткий. Для макрофагов это всего шесть дней. Это самый эффективный способ, как можно использовать Джесимаф. Вместе с индукторами апоптоза? Уместо с индукторами апоптоза. Вместе с индукторами апоптоза. Апоптозис. Да. Для подсоединения апоптоза? Апоптоза. Как индуктор апоптоза. Для активировать макрофаги внутри опухолевая ценность. Чтобы активировать макрофагия внутри опухолевой ткани, мы вводим препарат, но может он не сработает так, как мы ожидаем. Бывает так, что препарат помогает раковым клеткам расти. Какие-то наблюдения есть? В каких случаях препарат показан при злокачественных опухолях, в каких не показан? Показания, противопоказания при злокачественных опухолях. Есть ли какие-то показания для тех, кто имеет малигант тумор? Малигант тумор, да. Много, много. Моя focus is on cancer treatment. When no, yes, I understand. When no, когда нет, когда противопоказания. Он же говорил, что иногда помогает расти. Sometimes there is no indication for cancer. No indication. GC-MAF, oral GC-MAF, or GC-MAF injection. Вы можете использовать капсулы или уколы. При cancer, GC-MAF injection is better than oral GC-MAF. Because the purpose of oral GC-MAF and GC-MAF injection are different. Потому что назначение у капсулы и инъекций разное. GC-MAF injection will activate monocyte in the blood and infiltrating macrophages. Если мы вводим внутривенно, мы активируем макрофаги. But although GC-MAF can activate pirate parties in the gut. А если мы запиваем водой, то макрофаги могут быть активированы внутри желудочно-кишечного тракта. GC-MAF injection can increase the number of monocytes. Ввод внутривенно увеличивает количество иммунных клеток в крови. А именно если мы запиваем водой, то такого эффекта не будет. Есть ли опыт использования при меланоме? А, есть. Да. Есть опыт. В Австрии, there are lots of patients with melanoma. Мы лечим многих пациентов, страдающих меланомой. Интратюмор инъекции. И снова фотодинамик терапии. Мы как раз им вводим внутривенно наш препарат. Сочетание с малыми дозами нолтрексона. ЛПВ терапия. Малые дозы нолтрексона у них на сайте есть. Нолтрексона. Да, да, нолтрексона. С гсмавом. Один момент. Некоторые люди говорят, что это не хорошо, что использовать both гсмавом инъекции. Но я думаю, что это нормально. Мы используем и то, и другое. Для лечения с пациентом. Спасибо. Да, еще вопрос. Как принимать гсмав? До и до после, с водой, без? Имеется в виду капсулы. Пироральный? Да. Можно перед едой. Одно голодное желудок. Таким образом препарат попадает в кишечник очень быстро. То есть лучше всего капсулу раскрыть и порошок прямо высыпать под язык. Это самый лучший способ, чтобы порошок растворился. И, конечно, натощак. Есть. Еще один вопрос. Так и есть. Да, да. Еще один вопрос. Нужно ли здоровому человеку принимать гсмав? Если да, то каким образом? А что значит здоровый? Это очень обширное понятие. Может быть, какой-то определенный возраст или какое-то особое состояние, вы имеете в виду? А если вам меньше 40 лет, ну, принимайте одну капсулу в день. Мы как раз недавно провели интересное исследование с капсулами. Один из пациентов, он, собственно, врач, и мой друг, у него лимфома. Лимфома. И он у него склероза здесь. У него атеросклероза здесь. У него были закупоренные сосуды в трех местах и пробки рассосались. В какой срок где-то шесть месяцев, применяя капсулы? Калсиум? Калсиум. Калсиум? Праг? Вы обслуживаете, что виден праг? Он отнял? Вопрос. Какие именно закупорки были? Праг сонных артерии. Значит, по поводу сосудов, мы примерно вот за год на микроскопе смотрели кровь уста человек и как Джосимаф действует на человека. Наверное, времени хватит показать. И, допустим, человек прилетает после перелета 10 часов, вся кровь в монетных столбиках. Ну, можно показать несколько случаев. То есть вы пьете Джосимаф, вся кровь сгущенная, такой полный стаз крови. Выпивает человек две капсулы Джосимафа, и через 10 минут абсолютно идеальная кровь. Все эритроциты чистенькие. Или человек, допустим, у него РЗ, и все мембраны такой звездчатой формы. Выпивает человек две капсулы, и моментально восстановление крови, мембран эритроцитов. Ну, вот сейчас, может быть, несколько случаев покажем. Первый вопрос. Как показано это средство при деменции? Снижается забывчивость. Как долго применять надо? Как минимум год. Второй вопрос. Помогает ли это средство на средство у человека тромбоцитов 500 единиц? То есть выше нормы в 2-3 раза. Это значит, что тромбоциты выше, чем нормы, 3-fold. 3-fold. Окей, окей. Обычно, некоторые пациенты у пациентов имеют высокий процентный номер, в двое или в трое. Иногда у пациентов это число возрастает вдвое или втрое. У нас как раз была пациентка вот с тройным увеличением тромбоцитов. И если нам удастся повлиять на причину заболевания, мы сможем снизить это число. В качестве профилактики можно применять его для очистки кишечника? В данном случае, чем дольше, тем лучше. Средний курс — это одна или две капсулы в день. Как долго? Для предотвращения заболеваний может быть год, может быть пять лет. Например, в моем случае я Джейси Маф применяю от трех до пяти капсул в день. И также делаю укол раз в неделю. И также я получаю высокие дозы витамина С. 60 граммов один раз в неделю. И также я прохожу курс озонотерапии. Озонотерапия очень хороша для работы мозга. Иногда 30. Витамина С is a natural substance in our body. Витамина С циркулирует в крови всего-то недолго. 40 часов. И потом выводится. И когда я принимаю большую дозу витамина С, я всегда пью много воды, чтобы лишнее вывезти. У меня могут быть также и опухолевые клетки в крови. И поэтому для превентивных соображений я применяю. Сколько вам лет? А, полно. 64. 64. Ага. Скажите, а где витилиго? Витилиго. 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 Один доктор из Индии рассказал мне, что ему удалось победить витилиго, впрыскивая в кровь G-C и масс. Один из моих стаффов и учителей имеет витилиго. Так что я спрашиваю, чтобы использовать маф-спрей. Маф-спрей прямо витилиго. А у меня у коллеги есть вот как раз это заболевание. Я предлагаю наносить спрей и втирать. Вот вопрос звучал о сонных артериях. Вопрос не в тромбозе, а атеросклеротические бляшки. Может же семафр рассосать? Нам нужно поддерживать уровень макрофагов в определенном количестве. Например, в ювенальном идиопатическом артрите. Вот в ювенальном идиопатическом артрите. Это сложный случай, поэтому много надо макрофагов. И вообще хорошо повышать уровень макрофагов в крови, но важно смотреть общую картину заболевания. Можно применять терапию препаратом на фоне лечения фармпрепаратами? Можно. Нет противопоказаний. Кроме, как в случае острой пневмонии. Понятно. Ясно. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, в литературе описаны случаи лечения эндометриоза у женщин и вызваны им бесплодие. Встречались ли вы с применением джессимафа в случаях проблем с репродуктивной системой? Может быть, у вас были такие пациенты? Нет. Эндометриоза – это причина, что это болезнь. Эндометриоза. Да. Конечно, есть случаи, но пока не в Японии. В Австралии у нас много пациенток с эндометриозом. И наш препарат помог. Можно капсулы принимать, помогут. Спасибо большое, доктор. Еще одна вопрос. Скажите, пожалуйста, ваш препарат, я знаю, зарегистрирован в Японии как лекарственное средство, инъекции и как БАД. Капсулы. А вот опыт применения в Германии, там он тоже зарегистрирован? И в Голландии? Пока нет. Пока нет, да. Но он сейчас в процессе регистрации, правильно? Вы зарегистрировали продукты в Германии, не ли? Нет. Я пытаюсь получить регистрацию в США, в Австралии, в Германии. Он и в России в процессе регистрации. Отлично. Через месяц будет уже как БАД зарегистрирован. Хорошо. Спасибо большое, доктор. Вот сейчас можно сделать небольшой перерыв, потому что следующий доклад будет на 30 минут. Вот у нас тоже коллега доктор. У него доклад о том, как убираются морщины, регенерация кожи. Это культивирование фибробластов, лимфоцитов, дендритных клеток. У них очень интересная методика. То есть за месяц, за два можно убрать морщины под глазами. Но самое сложное на шее. Вот он как раз эти исследования расскажет. Так что давайте 15 минут перерыв. Если кто вытерпит, останется, тогда мы на 30 минут небольшой доклад.